Итак, я всех приветствую. И сегодня хочу сказать очень важную вещь. Буквально два дня назад я вам сказала про лист садовой земляники, что его нужно собирать. И что появилась, конечно, уже вот у нас первая появилась ягода. Но за эти два дня как раз произошел тот процесс, о котором я предупреждала два дня назад, что лист начнет жухнуть и появляться всякие пятна. Если сейчас уже посмотреть, то даже здесь практически нет листа, которые можно выбрать для того, чтобы это приготовить в чай. Поэтому сегодня, конечно, у меня будет работа гораздо тяжелее, и мне нужно будет выбирать листы чистые, здоровые, крепкие, для того, чтобы из этих листов сделать ферментированный чай. Что я сейчас буду делать? То есть я буду собирать лист земляники. Какой землянику нужно собрать? Смотрите сюда внимательно. Собираем здоровые листы, которые больше уже теперь находятся у нас внизу, в глубине. Вот, в принципе, листик есть. Вот это, если мне потом не понравится, то я могу удалить часть. Тоже вот один лист уйдет, а другие пойдут. Здесь один лист уйдет, два других пойдут. Здесь один лист уйдет. 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 итак я собрала листы не только я всем семейством я их обязательно промываю и далее выкладываю на пеленки и просушиваю или можно положить вот так прослушиваю дальше берем банку листы берутся берутся вот так вот скручиваются разминаются хорошо и закладываются в банку и уплотняется максимально насколько возможно эту банку закрываем так вот сейчас вот аромат офигенный хуже дальше эту банку закрываю полицленовой крышкой я ее ставлю в баню который нагрет до 50 градусов можно поставить духовку нагретую до 50 тоже градусов желательно не выше можно поставить в теплицу на сутки короче ставим в теплое место дальше сутки она там выплевает и потом я выкладываю это все в целлофановый пакет и кладу в морозилку морозилки этого вымораживается тоже где-то сутки через сутки достаю можно прокрутить через мясорубку можно просто мелко пока но мороженое то же самое мелко порезать и дальше вы выкладываю уже сушить сушить в теплое темное место я выкладываю в баню вы можете где-то в другом месте выкладывать можно в духовку положить это точно также но температура там не должна быть выше 50 градусов и будет очень ароматный вкусный чай здоровья вам и всего хорошего